Температура организма напрямую зависит от температуры окружающей среды. Это следует понимать и не следует кутать детей в теплой одежде летом в том числе. К группам риска относятся беременные женщины. У них все физиологические, казалось бы, процессы протекают более остро и более сложно. Также к группам риска относятся пожилые люди, у которых замедлен обмен веществ и терморегуляция с окружающей средой. И к группам риска относятся контингент с различными хроническими заболеваниями. В частности, это сердечно-сосудистые заболевания, это дополнительный риск на сердечно-сосудистую систему, аномальная жара. И лица с сахарным диабетом. Первыми спутниками перегрева являются определенные симптомы. Очень часто заботливые родители принимают элементарный перегрев на солнце за кишечную инфекцию и самостоятельно проводят неправильную терапию, которая только усугубляет самочувствие пострадавшего. Для немедиков это очень важно. Например, перегревание головы – так называемый солнечный удар. Первые симптомы – это будут нарушение остроты зрения. Человек может путать цвета, все цвета в зелено-красных оттенках. Это может быть головная боль, цифалгия. Это может быть тошнота вплоть до рвоты, мелькание мушек перед глазами, общая слабость вплоть до потери сознания. Это первые симптомы перегревания. Затем идет уже полностью перегрев организма. Могут быть такие симптомы вплоть до комы, различных судорог, идет обезвоживание. Тепловой удар может случиться не только на солнце. Закрытые жаркие помещения также могут вызвать перегрев. В этом случае всегда требуется консультация и наблюдение врача. До момента врачебного осмотра можно оказать первую помощь самостоятельно. Первое – это, конечно, устранить воздействие тепла. То есть по возможности взрослого либо ребенка перенести в тень, либо в прохладное помещение. Это в первую очередь. Потом освободить грудную клетку и вообще по возможности человека от одежды. В том числе и от теплой. Расстегнуть ворот рубашки. Снять верхнюю одежду, если она есть. Необходимо придать пострадавшему горизонтальное положение. То есть облегчить состояние. И начать выпаивать. Обязательно это глюкозосолевые растворы. Потому что, естественно, вододефицитное состояние в силу жары. Глюкозосолевые растворы – это, если есть элементарно подручные средства, это вода, слабосоленая вода. Если есть аптека рядом, это для взрослых регидрон. И плюс кипяченая вода, очищенная. Для детей это регидрон. Разбавить максимально кипяченой водой и выпаивать. Также физические методы охлаждения. То есть берем элементарно пеленку, простынь, смачиваем холодной водой. И на область локализации крупных сосудов. И в целом обматываем тело смоченной пеленкой. Это первая помощь. Естественно, быстро вызвать необходимо скорую медицинскую помощь.